Московская полиция вновь заинтересовалась деятельностью Рыжего Тарзана. Парни, он только появился в Москве и сразу оказался через несколько часов в тюрьме. В итоге полиция провела около 4 часов, может быть чуть меньше, и его выпустили. Выпустили, что придется с объяснениями. Вот, естественно, он там будет бегать, прыгать, скакать, меня пытаться выдохнуться. Но если попадется как бы в объятие, уже ему будет не вылезти. Вообще, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Сколько еще датчик будет стоить на свободе, потому что, блин, ну вот притягивает человек такие неприятные. Друзья, всем привет, меня зовут Артем Тарасов и вы находитесь на канале Боди Мания. Кстати, у меня есть свой личный канал, ссылка в описании, подписывайтесь. Итак, совсем недавно Датцика забрали в тюрьму. Что же случилось, вы узнаете прямо сейчас. Ребят, недавно мы ездили на одни съемки, да, где должен был появиться я и Датцик. Так вот, я приезжаю и мне говорят, что Датцик в тюрьме. Все в шоке, не понимают, что случилось. Московская полиция вновь заинтересовалась деятельностью Рыжего Тарзана. На этот раз с заявлением на скандально известного бойца смешанных единоборств Вячеслава Датцика пришла его супруга Ксения. Она заподозрила мужа в избиении детей. По ее словам, несколько дней назад он проводил время с 14-летним сыном и 11-летней дочерью в фитнес-клубе, где между ними произошла ссора. Отец несколько раз сделал замечания, после чего их ударил. По некоторым данным, травмы оказались не опасны, однако не сам Датцик, не его мама Светлана не подтверждают фактов рукоприкладства. Парни, он только появился в Москве и сразу оказался через несколько часов в тюрьме. Конечно, там все организаторы в ахере, он в ахере, блин, я в ахере, потому что у нас должна быть передача, в которой мы вдвоем участвуем, там должны быть какие-то прилимы так называемые, а его забрали в тюрьму. Ну, как это происходило, в общем, были они в клубе Шатун, там пришел его сын, я не знаю, там молодой ли 14, я не знаю, сколько ему, девочка, дочь. И у него такая шевелюра рыжая такая большая. И, ну, ему нравилась эта прическа, он берет и бреет прямо своего сына на лосо, он бреет прямо своего сына на лосо, там сразу вызывают полицию, прибегает его жена, говорит, что он меня изнасиловал, ничего не знает, не знает, дети начинают давать заднюю. Я не знаю там, на самом деле, точных подробностей, как это было прямо в краске, но суть в том, что он в итоге побрел вот такого своего сына на лосо. Мама там в шоке, написала на него заявление, вот, в итоге его отпустили, да, там, не без нашей помощи, то есть пришлось поговорить, чтобы ей заявление, вот, жена его бывшая или кто она ему передала, отдала, обратно забрала. Сейчас я не знаю, на каком этапе это дело, да, многие угорают, то, что датска с... сажать за то, что он там комара убил, ну, блин, вот такая фигура, которая, видите, прям к себе притягивает полицейских, милицейских и всех подряд. На рынке спортивного питания представлена масса продуктов для суставов и связок, как эффективных, так и не очень. И, как правило, это целая горсть таблеток, капсул разного размера. И у многих с этим проблема. Принять горсть таблеток, плюс еще это может вызвать изжогу. Для своих связок и суставов я выбираю многокомпонентный, микронизированный Elastic Joint от Optimal. Высокие дозировки действующего вещества пьются легко и с удовольствием. Избавьтесь от боли, наслаждаясь вкусом. Но на данный момент все-таки будет бой реальный или нет? Ну, я вначале воспринимал как шутку. Все-таки весовая категория есть весовая категория. Ну, видать, у человека склонность, имеются суицидальные наклонности. Ну, не знаю, сейчас, я думаю, обращусь я к Берту Попову. Он, наверное, даст контракт. Аналог. Подпишем, чтобы самое главное, не было никаких претензий по здоровью в случае получения травм, либо еще чего бы то ни было. Мы же культурные люди, мы же на улице теперь не деремся. В общем, к чему мы это все рассказываем, да, то, что факт такой, то, что Датаска уже чуть не посадили, да, у нас с ним скоро будет 13 апреля, но, появившись в Москве буквально на несколько часов, уже он чуть не попал за решетку. Говорят, что его в итоге там вызовут на это дело, либо она вроде забрала его, жена забрала там за какое-то количество денег, вполне возможно, потому что, да, серьезные люди разговаривали, потому что он очень был нужен на передаче. Вот, то есть все реально охренели. Мы когда приехали и услышали эту историю, мы думаем, ну, блядь, как бы и смешно, и, понимаете, и грустно. Ну, как так, приехали, все запланировано, ну, очень много всего сделано, да, для того, чтобы мы там оба появились в одном месте, а Датаск берет и занимается такой херней. Все просто-напросто охерели, ребят. Ударка, ну, так или иначе там, типа. Ну, ударка, будет у него ударка, у него там, вот, на ударке у него есть какие-то шансы, что-то там на скорости попробовать мне пробить. На скорости он меня и будет, как бы, перебивать. Это, как бы, его фишка, стиль, он легче меня, он, ну, по факту он быстрее, скоростнее меня. Я никогда там супербыстрым-то вообще бойцом не был. Как бы, всегда ждал свой момент, когда запыльнуть свою колхозную плюху. Ну, будет тянуть время, я думаю, тянуть, когда я задохнусь, потому что с дыхалкой у меня, ну, это всем понятно, ни для кого не секрет проблемы. 12 лет сидел в заперти, вот. В дыхалке, понятное дело, у меня хватит на один раунд. Если хватит еще. Вот, естественно, он там будет бегать, прыгать, скакать, меня пытаться выдохнуться. Ну, если попадется, как бы, в объятие, уже ему будет не вылезти. Вообще, напишите свои мысли, что вы думаете по этому поводу, потому что он, как сказал Дацик, то, что он хотел побрить сына на лысо, это мой сын, типа, я хочу сделать из него бойца, вот. А он был таким волосатым, у него уже волосы под 20 сантиметров, и он взял его и побрил. Хотя сын это очень не хотел, они там все расплакались, там, дочь, сын. Ну, как это, со слов очевидцев. В итоге, да, Дацик полиции провел где-то около 4 часов, может быть, чуть меньше, и его выпустили, выпустили, да, сказали, если что, придется с объяснениями. Это, на самом деле, не смешно, потому что вот такой случай, из-за такого случая многие уезжают в тюрьму, понимаете, когда идет конфликт какой-то на бытовой почте со своими родственниками, женами, друг на друга заявы пишут, потом сидят и жалеют. Это печально. Нападать же будет на скорости. Здесь и будем подлавливать, когда будет нападать. Скажи, Слав, вообще, я просто не знаю, тебя хоть раз вообще вырубали в бою? У меня второй бой был, Мартин Малхосян меня задушил. Нет, имеется в виду именно... До потери сознания. Именно ударкой вырубали тебя? Ну, в челюсть, висок, в затылок. Вырубать не вырубали, но плюхи прилетали, от которых контузило, но сознание не терял. Сознание терял, вот только меня задушил Мартин Малхосян. Мой второй бой был, ну, после Орловского сразу следующий. И все. Ну, короче, ты не пробитый, поэтому шансов нокаутировать тебя у Тарасова нету, я так считаю, да? Да, ни у кого пока таких шансов не было. И не будет. Нет, зачем загадывать-то, может, будут. Бойцов-то много всяких разных. В принципе, у Тарасова есть шансов. У любого бойца, я говорю, тут, ну, как бы, нельзя пиздеть, что вот вышел, и ты балабол, и все, и тебе там ничего не светит. Любому бойцу что-то светит. Любой боец может сделать. В любой момент. Может поймать свой шанс и воспользоваться им. Вообще, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Сколько еще дацик будет ходить на свободе, потому что, блин, ну вот притягивает человек такие неприятности. Это канал Боди Мания, меня зовут Артем Тарасов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, всем мира и добра. Машина такой, здоровый на камере. А без камеры не здоровый, блин. Смотри, на, стоит 6 килограмм, и все, мой. Вот все, дацик. Машина, вот что с ним делать, блядь? Так и заварил. Ну ничего, я так и учусь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!